Вот и наступил священный месяц Рамадан. Многие из нас наверняка задаются вопросом, каким образом я могу получить максимальное благо от этого месяца. Рамадан — это уникальная возможность, дарованная Всевышним Аллахом, с тем, чтобы мы могли улучшить себя и получить духовную перезагрузку. Если вы интересуетесь, как обрести максимальную пользу от этого священного месяца, вот для начала несколько полезных советов. Совет номер один. Составьте план. Как гласит поговорка, если вы не наладите план, то ваши планы не наладятся. В этот Рамадан составьте для себя такой план, который будет одновременно и выполнимым, и полезным. Такой простой шаг, как составление плана, поможет вам управлять своим временем. По милости Всевышнего вы сможете осуществить поставленные на этот месяц цели, и каждая минута будет проведена максимально эффективно. К примеру, запишите количество сур Корана, которые вы намереваетесь прочесть в течение Рамадана, и выделите на это определенный промежуток времени каждый день. Совет номер два. Скоординируйте свое время. Время – самый драгоценный ресурс для человека. Если вы мудро подойдете к этому, то обретете большую пользу. Избегайте бесполезных действий, таких как бесцельные шатани, чрезмерные ифтары, просмотры телевизора и пристрастие к социальным сетям. Если вы с пользой используете свое свободное время, наполняете его поклонением, таким как намаз, чтение Корана и зикр, вы ощутите благоухание этого месяца, а также приблизитесь ко Всевышнему Аллаху. Если вы ничем не заняты, можно начать читать зикр, произнося слова «Субханаллах, аль-хамду лиллях», «Ла-илаха-илля-ллах, Аллаху-Акбар». Эти слова леки на языке и тяжелые на весах в судный день. Совет номер три. Будьте постоянны. Самые любимые деяния для Всевышнего – это те, которые совершаются регулярно. Даже если они маленькие, простые и легкие для выполнения, но если они совершаются вами регулярно, то это ваш секрет к обретению успеха. Рамадан – это прекрасный шанс изменить себя к лучшему. Разработайте в этот месяц полезную привычку, примените ее и выполняйте это действие и после месяца Рамадан. Совет номер четыре. Окружите себя праведными людьми. Так же как растению для роста нужно определенное количество воды и солнечного света, так и окружение человека имеет огромное влияние на его веру и на то, насколько увеличится его иман в месяц Рамадан. Постарайтесь совершать намазы в мечети, изучайте Тавсир Корана, посещайте исламские лекции. Это то окружение, которое по милости Всевышнего будет способствовать вашим положительным изменениям. И последний пятый совет – удивите самого себя. Никогда не преуменьшайте свой потенциал и всегда помните, что Всевышний Аллах в месяц Рамадан дает верующим шанс обрести особое сияние. Чем больше усилий мы приложим в этот месяц, тем больше будет пользы. Вы только подумайте, это и прощение грехов, и спасение от адского пламени, и приближение ко Всевышнему. Пусть это будет вашей мотивацией и поддержкой. Да дарует Всевышний Аллах нам всем благо этого месяца, да примет Всевышний наш пост и поклонение. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok